итак продолжаем и следующая моделька это снова автолегенда sr лучшая снова recolor на этот раз москвич 407 если не ошибаюсь подобные двухсветные москвичи предназначались для импорта так что расцветка тоже вполне себе реалистичная вообще в советском союзе как-то старались впечатлить запад и поэтому на импорт шло все более такое оригинальное качественное но соответственно в самом союзе оставались более простые комплектации давайте посмотрим поближе на модельку очень приятная здесь расцветка серый с белым смотрится достаточно строго детализация модели хорошо выполнена на первый взгляд каких-то дефектов особых не вижу есть конечно немного криво установленные детали есть следы питателей на элементах но такие мелочи для гостини это к сожалению обыденность так что на такие детали внимания особо не обращаю конечно нужно разбирать и исправлять но такое уж качество в этом ценовом диапазоне как бы там ни было моделька москвича я считаю удачная и приятная еще один перекрас мою коллекцию из серии автолегенды с р лучшее это здесь 101 модель темно-синего цвета в оригинальной серии была черная смотрится достаточно оригинально я не уверен был ли такой цвет в реальности но тем не менее выглядит хорошо в таком гражданском цвете модель смотрится особенно оригинально поскольку в реальности в основном это были черные автомобили ну а сейчас она больше ассоциируется с американскими автомобилями с бьюиком или пакардом я здесь имею ввиду не столько моду тех лет сколько именно дух автомобиля то есть какой-либо не черный цвет для такого роскошного автомобиля ассоциируется почему-то в первую очередь сша задняя часть мне здесь нравится как проработано здорово смотрится багажник выкрашенный серебристым цветом ну а вот решетка радиатора это конечно это конечно печально то есть здесь должны быть мелкие прорези но вместо них просто сплошная хромированная плоскость зато присутствует флажок декалькой а когда работать такой радиатор я честно говоря даже не представляю возможно существует какой-то автомаркет а если я его найду то обязательно приобрету как вариант просто затонировать эту решетку просто закрасить квадратики черным я думаю это не сильно поможет и будет смотреться также не очень убедительно здесь нужно все-таки имитировать какую-либо решеточку такой вот необычный лимузин отправляется в коллекцию и движемся дальше следующая модель снова здесь это у нас парадный кабриолет и эта серия автолегенда ссср лучшая здесь под индексом 102 я думаю когда будем делать подробный обзор разберем предыдущую модель посмотрим из каких деталей она состоит и насколько сильно похожа изнутри на этот самый здесь насколько я знаю диагостини когда выпустили чайку кабриолет там действительно заморочились и проработали правильный салон но здесь я пока не готов сказать насколько этот салон правильный возможно здесь просто сняли крышу с предыдущей модели зиса и установили деталь тента вот для сравнения хочу показать закрытый кузов верхняя часть то есть крыша это отдельная деталь пластиковая деталь она просто снимается и вместо нее установили просто деталь лобового стекла то есть если вы будете делать как конверсию самостоятельно можно также срезать крышу и сымитировать самостоятельно сложенный тент или же найти какой-либо автомаркет если такое существует салоны как я и сказал сравним уже на подробном обзоре этих моделей радиаторная решетка здесь имеет аналогичные проблемы плюс ко всему она выкрашена в цвет кузова то есть выглядит достаточно интересно но но до тех пор пока вы не увидите прототип то здесь как я и говорил должны быть вертикальные прорези а не такая вот сплошная заливка по сборке мне тут уже не все нравится например вот установлена правая фара немного криво что это все нужно будет разбирать и устранять также вот большая щель на левом крыле не очень ровно установлены задний фонарь моделька одним словом требует вмешательства плюс ко всему открытый салон так и напрашивается на доработку там вот если присмотреться присутствует подштамповки имитирующие приборы также есть ручки на картах дверей так что раскрашивать есть что и я думаю моделька заиграет совершенно новыми красками после такой доработки кстати смотрите что я еще заметил у кабриолета обе двери открываются по ходу движения то есть как на современных автомобилях а у лимузина задняя пара дверей открывается против хода движения то есть так как и было модно в те годы возможно кабриолет сделали иначе из соображений практичности или же конструкция открытого кузова не позволяла сделать дверь открывающуюся против хода движения ну я надеюсь что это не косяк диагостини было бы досадно следующая модель микроавтобус старт прототип который к сожалению так и не попал в серию но зато попал в фильм кавказская пленница финале если помните не на выезжает именно на таком микроавтобусе эта моделька также из серии автолегенды sr лучшая и как видите это снова реколор и снова цвета похожие на чайку и зим также вишневый и бежевый достаточно оригинальный микроавтобус в какой-то степени даже футуристичный очень интересно смотрится задний багажник вообще сделан как у легкового автомобиля да и вообще как видите здесь присутствуют детали от волги узнается птичка над номерным знаком а также характерные задние фонари ну и также здесь было множество других деталей поменьше например ручки дверей элементы салона и так далее на модели к сожалению вижу дефекты покраски здесь вот крыло запылено бежевой краской также вот у меня отсутствует дворник но плага он он все же есть есть в коробочке что останется только его установить учитывая такие вот дефекты покраски наверное эта модель у меня пойдет на какую-либо конверсию интересно попробовать сделать из этого микроавтобуса пикап но как там сложится время покажет пока что моделька отправляется на полочку далее еще одна модель из серии автолегенды sr лучшая это газ 2402 иными словами волга универсал и снова как видите это перекрас в оригинальной серии модель была темно-зеленого цвета ну а сейчас вот такого вот темно-красного модели на мой взгляд очень идет этот цвет и по сравнению с темно-зеленой смотрится она как-то более по-богатому выполнена достаточно аккуратно здесь уже в отличие от москвича я так на первый взгляд не вижу каких-либо криво установленных деталей и в отличие от седана газ 24 здесь колпаки более аккуратно исполнены то есть уже так явно не торчат следующий перекрас это снова волга но теперь газ 24 в оригинальной серии модель была белого цвета в автолегендах sr лучшая она стала черной вот это вот решение с цветом мне особо нравится теперь такую волгу можно поставить на одну полку с лимузинами с так называемыми членовозами и она будет смотреться очень уместно поскольку именно на черных волгах ездили мелкие начальники очень идет такой цвет этой модели смотрится строго и внушительно во всем остальном моделька достаточно хорошо исполнена единственное что здесь также присутствует проблема которая есть и на моделях оригинальной серии это выпирающие колпаки здесь уж нужно как-то избавляться от этого недуга по месту или же менять колеса на более правильные и более реалистичные как я поступлю пока еще не знаю посмотрим как дойдут руки до этой модели следующая модель это уже оригинальная серия автолегенд и это автолегенды сот стран в украине серия автолегенд завершилась на 180 номере если я правильно помню и все 180 номеров есть у меня в коллекции дальше я уже не стал собирать поскольку те модели которые попадают к нам с российского рынка они уже стоят неприлично дорого и я решил не продолжать так что сейчас рассмотрим все автомобили соц стран которые успели выйти в нашей стране и так в руках у меня сирена 104 такой вот оригинальный автомобильчик сейчас я не могу сказать о нем какие-то подробности поскольку не помню но когда мы разберем эту модель подробнее когда на нее выйдет отдельный обзор я уже расскажу детальнее из какой она страны и как появилась на свет симпатичный приятный автомобильчик такого небольшого размера характерный для европы тех лет кстати вот по сравнению с москвичом они в принципе одноклассники единственное что здесь у нас купе то есть более такой вот спортивный стремительный силуэт но москвич это четырехдверный седан красиво здесь проработаны все мелочи приятно смотрится мордочка аккуратное зеркало одним словом приятная моделька следующая машинка а это уже trabant 50 это ранняя версия у меня уже в коллекции есть поздний trabant на него если не ошибаюсь даже был обзор на канале я если не забуду добавлю ссылку на этот обзор в описании под видео но вы всегда можете найти самостоятельно среди моих роликов вот такой вот ранний trabant забавная такая машинка смотрится даже как-то по мультяшному особенно в таком двухцветном исполнении сдается мне фонари здесь должны быть ни одного цвета здесь стоит их доработать и задняя часть станет еще интереснее но во всем остальном машинка исполнена практически без дефектов по крайней мере на первый взгляд кстати вот тоже интересный нюанс на моделях автомобилей соц стран уже появились нормальные номера в отличие от советских автомобилей возможно это как-то связано с тем что эти модели выходили в европе то есть они позиционировались возможно в первую очередь для европы хотя может быть причина в другом далее интересная модель емв 340 емв не случайно звучит как бмв это и есть бмв так сказать производство гдр то есть когда германия разделилась на гдр и фрг концерн бмв также разделился грубо говоря и вот в гдр выпускали такие вот как бы бмв весьма элегантная машинка интересные линии кузова красиво так исполнено крыло дверь если если удастся разглядеть как как дверь заходит прямо на геометрию крыла необычный дизайн очень здорово и оригинально смотрится исполнена моделька также достаточно хорошо вообще автолегенды соц стран выглядят как-то немного лучше чем модели советских автомобилей опять же не знаю с чем это связано но на них я обнаружил гораздо меньше дефектов вероятно сказывается европейский рынок следующий автомобильчик это пикап грузовичок жук а03 это ранняя версия жука и вот кстати несмотря на то что я модели в 43 масштабе уже собираю не очень активно все же есть есть модели которые мне хотелось бы приобрести хотелось бы найти так что время от времени я бывает заглядываю на какие-то проверенные сайты и вот одна из таких моделей это поздняя версия жука а именно фургон или хотя бы микроавтобусов это такой вот квадратный жук квадратный автомобиль который наверняка многие из нас видели на улицах города а вот такую раннюю версию я даже в живую не припомню видимо до нас она либо не доехала либо она слишком ранняя и я ее просто не застал но тем не менее выглядит очень здорово приятные такие округлые обводы кабины пластиковый тент оригинально что здесь кузов выполнен не как отдельная деталь на подрамнике как это на на грузовиках обычно бывает а вот как в стиле пикапа то есть борта кузова и задняя часть являются продолжением кабины выглядит действительно как огромный пикап и на мой взгляд это очень здорово и интересно посмотрим снимается ли тент тент пока не поддается я думаю при обзоре конкретно этой модели мы уже ее разберем и я изнутри постараюсь подковырнуть тент и все же его снять интересно если детализация в кузове часто бывает что диагастини делают такую детализацию и модель можно свободно демонстрировать с тентом и без тем более что он достаточно грубый и я думаю без тента с имитацией какого-либо груза будет смотреться намного лучше в целом по модели можно добавить что вот здесь так интересно сделано передняя оптика дана отдельными деталями даже повторители поворота а вот задняя целиком отлита в металле и просто прокрашена тоже такой вот диссонанс между передней и задней частью но тем не менее все детали установлены ровно все сделано очень аккуратно и симпатично